Привет, друзья! Сегодня поговорим о струйном фотопринтере Epson L800, о его достоинствах, недостатках и мое личное мнение. Поехали! Итак, принтер Epson L800. В свое время он сделал революцию среди принтеров. Он один из первых сделал заводскую S&PG, систему непрерывной подачи чернил. До этого существовала только картриджная система заправки струйных принтеров, то есть это картридж на 3 мл, 5 или 7 мл, и они продавались по сферозавышенной цене от 500 до 1000 рублей. И я часто слышал, мы напечатали там 20-30 страниц чего-то там текста с изображением, и чернила закончились. В общем, это было очень дорого, непрактично и затратно. Поэтому умельцы начали изготавливать систему непрерывной подачи чернил. Эта система из трубочек, баночек. Кроме того, существовали еще перезаправляемые картриджи, были услуги по заправке оригинальных картриджей. Производители с этим боролись, вставили чипы, делали так, чтобы заправка была очень сложной или невозможной. И все-таки они потом сдались перед производителями в систему непрерывной подачи чернил, и сделали свою собственную заводскую, чтобы потом продавать уже не картриджи, а вот такие вот бутылочки с чернилами. Я могу ошибаться, но, по-моему, Epson L800 это все-таки первый фотопринтер шестицветный, который сделал такую систему непрерывной подачи чернил. Она была сделана на базе уже зарекомендовавшего себя принтера Epson T50, по-моему. Этот принтер умеет печатать и фотографии, и документы до формата А4, примерно там 20 на 30 сантиметров, и умеет печатать на дисках, специально предназначенные для этого, с поверхностью Printable. Вот такая белая поверхность, и здесь можно наносить и текст, и изображение с помощью специального лотка. Сейчас этот принтер стоит порядка 20 тысяч рублей, это очень, конечно, дорого, но зато такой 70-миллилитровый пузыречек краски, которого хватает, ну, по данным Epson на 1800 фото 10 на 15, на самом деле, конечно, меньше, но все равно надолго хватает, это 70 миллилитров, и стоит он примерно тысячу рублей, плюс-минус, все меняется. Ну, то есть, в принципе, это доступно, потому что для домашней, не поточной, не фотостудии, а просто дома напечатать фотографию, я печатаю обложки для дисков, сами диски печатаю, вот. Для не ежедневного использования иногда документы А4, текст, его хватает очень надолго, и я там эту бутылочку покупал там, ну, раз в полгода какого-то там цвета, цвета расходуются не одинаково, вот. Здесь удобное отслеживание и в электронном видео, он все время показывает примерно плюс-минус количество чернил, и можно визуально еще отслеживать по баночкам сбоку тоже какое количество чернил осталось, и периодически нужно дозаправлять. Итак, мы сегодня посмотрим, как это происходит, процесс заправки и печати, и что в итоге в результате получается. Итак, заправляем. Значит, вот шесть банок, они подписаны цветами. Циан, магенталайт, магенталайт, циан, черный, елый, желтый. Открывается крышечка, и вот они сами пузыречечки с силиконовыми пробками, с силиконовыми трубочками. Эти трубочки идут непосредственно на картридж. Здесь шлейф электронный и шлейф с трубочками. Какая-то у меня, как-то люфтила у меня один вот этот вот картридж, что-то он не дожимался, я просто подлепил его пластилинчиком, и вроде держится. Ну, какой-то косячок, наверное, именно этого экземпляра был. Но, в целом, этот принтер у меня уже служит порядка, наверное, лет четырех. Но, опять-таки, не сильной эксплуатации, так чуть-чуть попечатать дисочки, и попечатать когда-никогда фоточки и документы. Кстати, принтер дома держать не то чтобы выгодно, но очень удобно. Значит, отрывается ленточка и открывается картридж. Вот, попробуем не испачкаться. Это Light Sun. Его у меня осталось в принтере очень мало. Так вот, про удобство. У меня есть папочка специальная в компьютере. Документы называются. И в той папочке несколько папочек. Я, жена, дети. В них хранятся сканы и даже чаще всего фотографии документов. Свидетельство о рождении, паспорт, загранпаспорт. Так, значит, здесь аккуратненько отвинчиваем. Вот эту пробочку аккуратненько открываем. Отрываем. Раньше, когда это были китайские всякие снпч, постоянно у меня были руки. В те времена, когда я работал в студии фото на документы, вот, я заправлял эти снпч, руки были всегда в чернилах. Так, здесь какая-то прокладочка. Раньше такого не было. Вот так это все выглядит. И вот здесь пробочка. Вот так она отламывается. Закручивается. Все. Сейчас нужно предельно быть внимательным. Здесь продуманы вот эти вот ушки, которые не дают сильно углубить носик. Сейчас я камеру приближу. И вот так вот. И вот так. Аккуратненько заливаем. Тут опыт показал, лучше не долить, чем перелить. Вот. Можно закрутить пробочкой. Сразу с горлышка лишнее лучше убрать. Аккуратненько тряпочкой. Все. Процесс заправки физический завершен. Еще потом будет в компьютере, надо будет в его драйверах указать серийный номер специальный. Вот этот. Это вроде бы как защита от того, чтобы заливали неоригинальные чернила. Их очень много, этих чернил. И они дешевле, конечно, чем оригинальные. Ну, мне кажется, лучше не экспериментировать. Оригинальные не так уж и дорогие. И качество цветопередачи вполне очень-очень классное. И экономить тут, мне кажется, не стоит. Тут и так мы уже экономим на том, что покупаем за тысячу рублей не 5 мл, целых 70 мл качественных фирменных чернил. И вот так вот обратно устанавливаем. Все, заправка завершена. Дальше все просто. Этот код мы вводим в драйвере принтера, в настройки печати. И все, и он показывает снова у нас уровень чернил полный. В целом, очень приятный дизайн. Очень функциональный драйвер. Очень много настроек, бумаги, дисков и так далее. Но струйная печать, конечно, имеет свои большие минусы. Как и плюсы, так и минусы. Итак, начнем с плюсов. С плюсов это то, что... Первое, это экономичная печать. Что чернила для суперэкономных можно и вообще заливать. Всякую китайскую бодягу, дешевую, копеечную. Ну, это на свой страх и риск. Будет печатать он потом или нет, и каким цветом будет печатать. Можно еще экономить. Это покупать... Есть эпсоновская бумага 10х15, коробочки по 500 листов. Здесь пакетик 100 листов. И таких 5 пакетиков в коробочке 500 листов. Это не оригинальные. Это ламонда глянцевые 10х15. Она вообще копеечная получается, эта бумага. Качество очень даже хорошее. Прям вообще классно. Мне очень нравится. Вот я отпечатал фотографии, чтобы посмотреть и сравнить с отпечатками моего нового Canon Selfie 1200. Это сублимационный принтер. Я потом покажу. В общем, на бумаге можно сэкономить, купить хорошую, нефирменную бумагу. Знаю, что, кстати, на ламондовских чернилах очень многие работают и очень хвалят по цветопередаче, по качеству. Не засоряют ничего и очень классно печатают. Но я не пробовал ламондовскую. Я пользуюсь чернилами оригинальными. Вот. Что еще? Плюсы. Печатает на дисках, печатает на фотобумаге, печатает на бумаге А4. Вот. То есть ксерокопия уже вообще не нужна. Фотографирую на телефон документ в фотошопе, там выставляю нормальные размеры, контрасты и все печатаем. Нам ксерокопия не нужна. В садике, в школе, в больнице все страховые полюса в компьютере хранятся, распечатали, все готово. Вот. Минусы. Стоимость самого принтера. Двадцаточка. Это очень даже. Он очень, он прилично большой, тяжелый. Я знаю, что его использовали раньше для фотопечати скоростной на мероприятии. Брали его без лист, с ноутбуком и печатали фоточки. Он после отпечатков, по-моему, 50 фотографий, начинает специально, я думаю, это программно, приторможенно, чтобы успевали. Чернила протекает, заходить. Он медленноват. После какого-то определенного, там, 30-50 фотографий, он прям с паузами. Джик, джик, джик. Прям паузы выдерживает после каждого прохода головки. Вот. Минусы. Это мокрая печать. Чернила подсыхают. Если им не пользоваться полгода, включаешь и засохло, нужно делать прочистку. Благо, что процесс прочистки несложный. Он осуществлен в драйверах. Он осуществлен в драйверах. Там просто нажимаешь очистить головку. Он жужжит под давлением, пропускает чернила. Идет расход. Но, как правило, это все помогает. И начинает печатать хорошо. Вот. Что еще? Качество фото печати очень-очень даже хорошее. Вот я сравнивал одни и те же снимки. Я печатал. Это Canon Selfie 1200. Сублимационный принтер. Это фотолаборатория Fuji бумага. И это на Epson. Качество неплохое, но не стойкое к свету. К сожалению, выцветает. И очень даже быстро, если вот так вот повесить, просто без стекла, без ничего, она быстро выгорает. Если в альбоме, в закрытом виде, ну, неплохо хранится. По минусам. Кроме того, что сохнет и в целом вообще капризничает бывает. Даже если там постоит день-два, запускаешь, что-то там с цветами бывает не очень. Прочисточку сделал, все, тест-дюс хороший. И печать качественная. Вот. Этот принтер часто используют. Часто вижу, когда прохожу там всяких там распечатка текста, фото на документы. Эти принтеры прям must-have. Они очень классные, стационарные. Вот. Я себе уже приобрел Canon Selfie для фотопечати. 10 на 15 очень классный принтер маленький. У меня есть о нем много уже видео. Я ссылочки в описании под видео оставлю. Вот. Я его приобрел, мне он очень нравится. Я перехожу полностью на флешки, от дисков отказываюсь. В одном из последующих видео покажу, как с помощью лазерного домашнего гравера можно наносить логотипы, всякий текст, персонализацию на вот подобные вот такие флешечки. Вот. То есть, мне он, по сути, получается теряет необходимость этот принтер. Он, конечно, может и постоять, может быть, и пригодится еще как-нибудь. Но я рассматриваю вариант, наверное, все-таки выставить на продажу. Поэтому, вдруг, кому нужен, я его сейчас со всех сторон покажу, как он выглядит. Выглядит нормально. Особенно для 4-летнего использования. Вполне нормальный, приличный. В целом, как домашний принтер очень классный. На выезд сейчас уже вот появились сублимационные принтеры, которые быстренько печатают. Но у него самая дешевая печать по расходникам получается. И более универсальный в плане того, что может печатать и фото, и на обычной бумаге. Вот. Значит, и информацию по продаже техники, которая у меня есть, я тоже ссылочку оставлю. У меня на сайте, на моем, прямо есть пункт в меню распродажа техники. И там список техники, которые на данный момент продаются. И можете посмотреть все подробности именно там. Собственно, все. Обозрили, заправили, плюсы и минусы перечислили. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok